На календаре 22 ноября. На рубеже 19 и 20 столетий в Самарской губернии, как собственно и во всей Российской империи, велась активная борьба с пьянством. 22 ноября 1900 года в одной из самарских газет были опубликованы первые результаты проделанной работы. Вот что в частности сообщалось. Самарская губерния была в числе тех первых четырех губерний, в которых начато ведения винной монополии. Намечено было достигнуть одновременно двух целей – увеличить доходы в казну и уменьшить пьянство. Обе цели достигнуты блестяще. 22 ноября 1936 года в городе Куйбышеве, так тогда называлось Самара, был введен в эксплуатацию пятиэтажный жилой дом – дом специалистов. Построили его по проекту архитектора Александра Полева на углу улиц Галактионовской и Ленинградской. Это был первый 100-квартирный дом в городе с трех- и четырехкомнатными квартирами. Причем каждая была распланирована с учетом пожеланий будущих жильцов. Ежегодно 22 ноября во многих странах мира отмечают добрый семейный праздник – День сыновей или просто День сына. Кроме того, в России сегодня свой профессиональный праздник отмечают психологи. В 22 день ноября в разные годы появились на свет советский и российский поэт-песенник, лауреат многочисленных премий Николай Добронрабов, любимая многими эстрадная джазовая певица Ирина Отеева, балерина, актриса театра и кино Илза Лиепа и другие известные люди. В народном календаре сегодня Матрена зимняя. К этому времени на Руси, как правило, уже повсеместно устанавливалась зима. По приметам этого дня судили о погоде на ближайшее время. Если деревья покрывались инеем, это предвещало мороз. А если появлялся туман, то ждали оттепели. Таким был в истории 22 день ноября. Всего вам самого наилучшего!